Мы приступаем к одной из самых сложных тем в сербском языке – порядок слов-предложения. Исходя из того, как слова ведут себя в предложении, как они подвергаются расстановке, их можно разделить на самостоятельные и энклитики, или безударные слова. Что такое самостоятельные слова? Это, в общем-то, все слова, которые имеют ударение. И расставляются они в предложении, исходя из смысла. То, о чем мы говорили в прошлом уроке. То есть, как у вас идет акцент в предложении, так вы ставите слово, как в русском языке. Есть второй тип слов – энклитики, или безударные слова. Что относится к этим энклитикам, мы посмотрим чуть позже. И у них принцип их расстановки другой. Их мы расставляем не по смыслу, не так, как хочется вам и кажется логичным. А исходя из интонации. Вот я назвала смысловой порядок слов и интонационный. Это не термины, такого вы не встретите в учебниках, ну, просто чтобы как-то назвать. Итак, что же такое энклитики, которые подвергаются интонационному, а не смысловому порядку слов? Энклитики – это все, что вы видите на этом слайде. То есть, это утвердительные формы глагола «быть». И вот они здесь перечислены. Сам, си, е, см, осте – это вспомогательный глагол. Утвердительные формы глагола «хтете», которые используются для образования будущего времени. Это «чу», «чеш», «чемо», «чете». Также утвердительные формы «бих», «би», «бисмо», «бисте», которые используются для сослагательного наклонения, типа «я бы хотел», «мы бы хотели». Краткие формы личных местоимений. Вот они здесь перечислены всем. Частицы «с» и частицы «ли». Вот это все является энклитиками. То есть, наш вечный вопрос. Куда ставить «сам», куда ставить «с»? Надо говорить «зовем с» или «я сэ зовем». Почему это «с» постоянно то перед глаголом, то после глагола? Можно ли сказать, например, «сам студент» и так далее? Вот эти самые простые вопросы. На них мы постараемся отвечать в течение этого курса. Итак, здесь мы видим энклитики. Дальше следует очень простая, но в то же время очень сложная истина. То, чего нет в этом списке, того нет в этом списке. То есть, то, что не является частью этого списка, не является энклитикой. Это очень простая вроде как вещь, но с другой стороны очень сложно это понять. Потому что мы сразу начинаем думать. Вот глагол «быть» он энклитика. А если это глагол в отрицательной форме, типа «нисом» или вопросительная форма «есом», так вот, все, чего здесь нет, не является энклитикой. Например, полные отрицательные формы глагола «быть» – «есом», «нисом» – это не энклитика. Формы глагола «хтэти», «хочу», «нэчу» – это не энклитика. Все отрицательные формы в сослагательном наклонении «не бих», «не бисьмо». Полные формы личных местоимений – это не энклитика. Что для нас это значит? Это значит, что эти слова мы расставляем так, как это идет по смыслу. Давайте попробуем разобраться с этими энклитиками. У нас будет три основных правила об энклитиках, и мы их будем изучать постепенно. Во-первых, самое важное, что нужно о них понять. Энклитики – это слова без ударения. И именно этим обусловливается весь порядок их в предложении. То есть все ваши мучения, куда поставить частицу «сэ» и так далее, они связаны с тем, что частицы «сэ» не имеют на себе ударения. Это означает, что это слово из нашего списка энклитик «никак нельзя произнести самостоятельно». Слово без ударения его никак нельзя произнести. Как же тогда его произносить, если его нельзя произносить? Его нужно произнести как окончание предыдущего слова. Давайте посмотрим, как это может выглядеть. Ударение – что такое? Это когда мы выделяем каким-то образом силы обычной, выделяем какой-то слог. Он произносится сильнее, чем второй слог. Например, на русском языке сейчас посмотрим. Слово «каша». «Каша» – ударение на «а». Это слово с ударением. «Без каши». Здесь у нас появляется слово «без ударения». «Без» – это слово без ударения, когда вы произносите в речи. Не выделяя, как сейчас я, да, а именно просто в процессе. «Без каши». «Без» – слово без ударения. Ударение только на «каше». Вот вам образец такого слова. И получается, что вот это «без» в русском языке произносится, как приставка этой «каши», да, без каши. Для нас это два слова, но если мы не знаем, как правильно писать, то, по сути, это как одно слово произносится. «С кашей бы». Здесь «бы» является как бы окончанием этого «каши». То есть произносится как одно слово «с кашей бы». А ударение всё на «каше». На «бы» мы не можем сказать «с кашей бы». Ну, так никто не говорит просто. «Без кашей». Так мы вообще не можем сказать. Мы никогда не можем поставить частицу «бы» вперёд всего предложения. «С кашей ли». В русском языке частица «ли» тоже примыкает сзади, как окончание к предыдущему слову. В сербском тоже «бы». «Бы», да, то есть само по себе мы его не произнесём, чтобы это имело какой-то смысл. Это просто окончание предыдущего слова. «Знать бы». «Знать» ударно, «бы» вообще безударно. А вот пример, когда у нас два слова ударно. «Знаешь ты». «Знаешь» и «ты» ударно. Сравните с произношением «знать бы». Тут никак нельзя сказать «знать бы». Не могу. На «не» тоже нет ударения. Ударение на «у». Вот это всё примеры из русского языка для того, чтобы вы смогли почувствовать, что такое слово безударение. Слово безударение в произношении, не на письме, только в произношении, примыкает к впереди идущему слову или позади идущему слову. Позади вот как приставка «без каши», «с кашей бы». То есть здесь как приставка, здесь как окончание. Но, конечно, в русском языке нет прямо полного аналога с сербским инклитиком. В сербском немножко сложнее, даже очень сложнее. Давайте посмотрим на сербский. Вот нам предложения, в которых есть инклитики. «Он сезове ник». Здесь выделены слоги, на которых есть ударение. «Он» и «зове». «Он сезове ник». На «се» ударение нет. Оно произносится, ну, либо как окончание слова «он», «онсе». «Онсе», да? То есть представьте, что это одно слово. Ну, либо как вообще внутри вот этой всей конструкции, как одно слово. «Он сезове». «Зовесе ник». «Зовесе». То есть не надо говорить «зовесе». Надо поставить ударение на «зовесе». Дальше. «Я сам студент». Здесь ударение можно поставить на «я» и «студент». «Я сам студент». Ну, даже больше на «студент». Либо же вообще «студентсам». «Сам» у нас примыкает как окончание, или как внутренний такой слог непроизносимый в каком-то слове. «Любимте», драго. «Любимте». Ударение на «у». На «т» ударения нет. Иногда бывает более сложный вариант, когда у нас даже вот три таких слога непроизносимых. «Катчте севратите». То есть вот это мы съедаем, а произносим только те слова, в которых подчеркнуты буквы. «Катчте севратите». «Нисса мусиявила». Тоже «му» и «сы» относятся к списку энклитик. На них ударения нет. Произносится как окончание впереди идущего слова. «Нисса мусиявила». «Если мусиявила». Тут аж целых три энклитики. И нужно нам умудриться, чтобы произнести вот такое длинное слово на одном дыхании. Ударение только на «е». А дальше на «я». Четыре слова без ударения. «Если мусиявил». «Явила самуся прекьюче». Тут ещё больше безударных слогов. И всё вот это надо произнести как одно слово, а ударение поставить сюда. «Явила самуся прекьюче». На эти слова ударение мы не ставим. Вот это основное, что нужно знать о энклитиках. Это слова без ударения. Именно поэтому с ними так много проблем. То есть это слово, которое ищет себе хозяина. Оно само по себе не может быть произнесено как слово. Оно должно к чему-то примкнуть. И оно себе ищет вот этого хозяина. Ну, точнее, в сербском языке оно ищет само. А когда мы его изучаем, мы должны искать для него. В этом наша проблема. Мы ищем, куда же его приткнуть, это слово. Дальше в других уроках мы продолжим эту тему и посмотрим ещё два правила расстановки этих энклитик. А также мы будем внимательно рассматривать, куда их ставить в настоящем, прошедшем времени и так далее. Редактор субтитров А.Семкин